Количество бродячих псов в ноябрьске растет, а вместе с ним растет и риск возникновения бешенства и других заболеваний, передающихся от животных к человеку. Эффективны ли меры, принимаемые для борьбы с бездомными собаками, выяснял Кирилл Мигель. Сколько их точно, не знает никто. Зато есть статистика пострадавших от их укусов. Так, например, в 2011 году было зафиксировано 237 случаев нападения собак на людей. В году 2012 на 48 больше, а с начала этого к врачам уже обратились свыше 20 пострадавших. Причем последствия такой встречи могут быть самыми непредсказуемыми. От пары царапин до заболевания бешенством. К сожалению, бешенство, заболевание смертельное. И до сих пор еще не нашли способы лечения его. Если человек зародился, то это уже все. Это уже конец. К счастью, в Ноябрьске от этого вируса никто не умирал. Но в других регионах это далеко не редкость. В городской администрации решение проблемы нашли. И даже подсчитали, какова цена вопроса. Не больше 2,5 миллионов рублей. Именно на такую сумму размещен заказ на сайте госзакупок. Организация, выигравшая конкурс, а в последние годы контракт получает КСК «Тарпан», должна освоить деньги в период с апреля по конец декабря. Средства пойдут на отлов, кормление, уход за животными во время передержки, усыпления и утилизацию. Однако, это все равно не решит проблему кардинально, считают специалисты. Решить проблему отловом только одним, ее невозможно. То есть, тут должен действовать комплекс мир. Это должен быть и отлов, это должны быть какие-то приюты, через которые потом эти животные пристраивались бы к хозяевам, скажем, находили своих хозяев. То есть, это все требует денег. И денег немаленьких. К слову, сам метод – отлов, а затем усыпление – традиционно вызывает только лишь негативную реакцию в стане многочисленных защитников животных. Гораздо гуманнее считают они не усыплять собак, а стерилизовать, чтобы те не могли приносить потомство. Если сейчас собрать максимальное количество бездомных животных, выделить среди них агрессивных особей, подлежащих усыплению, найти хозяев племенным, а остальных стерилизовать, уже через три года прироста бродячих животных не будет. Денежные затраты на эту процедуру немного превышают ту сумму, что выделяется администрации на простое уничтожение. Ведь пока усыпляют одну собаку, другая приносит приплод в шесть щенков. Говорит Анна Руссу, куратор фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь». Впрочем, у специалистов по отлову на это свой ответ. Всех не переловишь. Здесь встает другой вопрос. Откуда в ноябрьских дворах в поселках столько брошенных собак и кошек? И где нужно искать корни проблемы? Может быть, в нас самих? Должно быть в обществе какое-то милосердие. И начинать нужно с животных. У нас уже и про людей забыли. Кирилл Мигель, Антон Владимиров. Новости нашего города.